Хочу показывать, это вот чилька голубка, это голубка дикаря, это красный, белоголовый голубь, у голубка чилька была, старая голубка, я их перепаровал сейчас, еще много, тоже молодая голубка, вот она сидит, и едет к нему, хотя я специально закрыл, спаровал, что это, да, то есть это я к чему говорю, когда в голубятне есть свободные голуби и голубки, они сами по себе поруются, ну вот теперь еще показывают, де-факто, вот голубь бессмертный голубки, сидит в гнезде, никого не пускает, гнездо охраняет, и здесь он обычно сидит в своем месте, то есть однолюб, как и среди людей, мужчин бывает, да, однолюб, точно так же бывает, вот, видите, сейчас будет, долетит до него, скорее всего, как и среди мужчин бывает однолюб, точно так же и среди голубей бывает, чем-то они нам очень сильно похожи, видите, пошла, сейчас его голубочка залезет, выгонит ее, в общем, то есть все вот это в порядке, как бы, вещей, ну, другая голубочка тоже влезет туда, пороваться, как бы, вот так, так, на сегодняшнем ролике я буду опять проверять голубь, вот, представляете, у меня здесь около 100 штук голубей, которыми старше 5 лет, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 15, 17, 17, 17, то есть очень старые голуби, то есть, ну, понимаете, если в году 365-66 дней, то представьте, за 5 лет или за 10 лет, сколько раз я этих голубей проверял, как бы, в небе, то есть тех я еще могу называть проверенным, почему проверенным, потому что, ну, каждого из них я прекрасно знаю, элементарно, да, вот голуба я говорю, то есть не то, что говорю, да, я и показывал, стоит мне несколько дней его не гонять, он уходит за бой, мне надо будет его в хороший ветер или расстояние кинуть, и этот голуб опять, да, то есть, вот, что значит проверенный, проверенный, это когда, вы знаете, какой, то есть я прекрасно, вот, видите, вот, да, то есть я прекрасно знаю, как я тебя поведу, в общем, ну, штук 50-60 молодых, конечно, они не проверили, они летают каждый божий день, дорогие мои, им там, ну, по 2 месяца, по 3 месяца, по 1,5 месяца, по 4 месяца, по 5 месяцев ездят, тут и голубки, и голуби ездят, да, но они не проверенные, и все, ведь 1-2 раза, если голуб поднялся вверх, спустился, это не говорит о том, что это птица, вот у нас очень многие голубятники, особенно вот там, ну, и среди молодых тоже попадались, когда я там посмотрел, вот у него голубь пошел, спустился, там временное время показал, там 2-3 часа, спускается, он его тут же режет и кидает маточник, правильно ли это делать? Нет, конечно, это неправильно делать, потому что голуби, они меняются, постоянно меняются, и тем более до 2-3 годовалого, ну, как вам сказать, да, 2-3 годовалый голубь, ну, это вот как молодой человек, да, там, 16-17-18-летний молодой человек, он уже только-только созревает, только-только показывает себя, в общем, а годовалый голубь, там, 2 месяца, 3 месяца, полгода, ну, это подростки, им еще набирать, и набирать, и набирать, да, и вот, когда вы закрываете этих голубей, да, так называемый, кидаете маточник, вы делаете огромнейшую ошибочку, потому что, что такое маточник, да, маточник это производитель, но производитель, он должен себя доказать, что он имеет право на потомство, понимаете, имеет право на потомство, элементарно, да, возьмем, брать львов, вот приходят молодые львы, убирает старых львов, в общем, старых, которые уже ослабли, да, и после этого они только имеют право на потомство, то есть он должен доказывать, что он не имеет право на потомство, ну, а когда голубь, ну, 1-2 раза там себя показал, ну, разве, разве это показатель, это не показатель, в общем, то есть, как бы так, это вот инвалидик мой, все-таки остался он инвалидом, но я его сам убирать не буду, потому что этот песком летит, да, жалко, в общем, да, жалко, а кто говорит, что всегда должно быть все четко, на всем, ну, надеюсь, яша его заберет, не придется мне за его выполнять работу, то есть за яши не придется мне выполнять, ну, точно так же и копейного голубя, хорошо, надеюсь, что его тоже заберет когда-нибудь, ну, голубь уже очень старый, уже начал хромать, уже подбор, ну, можно сказать, больной, ну, и этот тоже больной, видите, инвалид, ну, инвалид же, это больной, это же нездоровый, хотя он так сквозанул от копчика, ну, можно сказать, что вот этот голубенок, он свою миссию уже выполнил в молодом возрасте, вот был такой математик, его арест Гавуа, да, когда его вызвали на дуэл, потому что он его прекрасно знал, что он не выживет в дуэли, он за одну ночь написал маленькую брашюрку, и вся высшая математика в основном основана на этой брашурке, то есть вот он очень был талантливым человеком, в общем, не стало его, в 20-летнем возрасте он ушел, но весь мир, весь мир, кто занимается, математикой, они прекрасно знают, кто такой его арест Гавуа. Теперь вот этот пескунчик, да, он стал инвалидом, но зато он показывал, как может двухмесячный пескун противостоять тертого, взрослого, очень голодного, очень злого сапсана. То есть этот пескунчик уже как бы свою миссию выполнил. Ну, мы сейчас что сделаем? Мы сейчас поставим на паузу, я поймаю тех, которых я хочу проверять, тоже, видите, он уже варкует, я не знаю, что он себя в небе покажет, видишь, тут красивый, бодрый варкует, ну, точнее я знаю, но, понимаете, голуби, они меняются. Для чего я крашу вот этих голубей, да, я уже тысячи раз повторял об этом, чтобы в небе узнавать, потому что внизу голуба может себя показывать по-другому, наверху может показывать, внизу может стоять, тянуть, дубасить, чуть приподнимает, начинает лодку кидать, дурковать, там, портить всех. И бывает наоборот, внизу ничего не показывает, поднимается пол-лёд, и смотришь, фонарь за фонарем тянет, короче, то есть они все разные. И для того, чтобы быть уверенным, надо каждого постоянно смотреть, и долгое время смотреть, и после этого только можно сказать проверенно. То есть моей в голубятне, да, тут только старая птица проверена, то есть голуби, которые старше пяти лет, понимаете, все вот это непроверенное. Хотя, еще раз повторяю, я их гоняю каждый божий день, каждый божий день, вы знаете, что даже на них пиранья-то под крылом, они уже в небе, ну куда уж казалось, да, проверено. Ну и естественно, мне все время удивляет, да, как это, каждый божий день гоняешь, 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 смотришь, смотришь, у тебя птица непроверена. Ну а люди, у которых тысячами сидят, заперти, каждый из них проверено, перепроверено. Как так возможно? Только слова, дорогие мои. В деле, конечно, это все невозможно. В деле их надо проверять. А вот словами, да, это, язык бескасты, хоть что угодно можно сказать. Так, ну что, ставлю на паузу, ловим голубей, ну и выйду. Так, дорогие мои, поймал, что в 15 голубей, тут несколько штук пчелей, ну что-то одной чильки не достал из молодых. Походу, все-таки, я же не вымер, я же еще есть, а это свое дело сделал. Ну сейчас надо будет мне посмотреть, кто из них, кто. Потому что, ну что-то из них выпасит, Саращенко, я не знаю. Вот он. Посмотрим. Нет, это не она. Это не она. Это, ну даже, кшшш, ай, дура пошла. А, вон там, там, по-моему, чирка. Сейчас, сейчас дойду, посмотрю. Ну да, зеленое крыло мазано. Это одна из этих. Это от кофейного голубя, второй, который сел. Ну, а она и без хвоста. Все, походу, Яша свое дело сделала. А ты что, сел, друг, да? Вот это яшка живой. Да, это она. Не молодец с боевым крышением. Нет, это не хочет. Боится, походу. Гладно, выйду на улицу. Нет, это не хочет летать. Там без хвоста летит. Вот, это не хочет. Ну, вот и что, дальше, что, от почерк, кажется, для людей. Что это дает? Это не дает. Или это посмотрим, что мы тут покажем. Толковые, бесполковые. Тут пока дикарёны ничего не показывают. Ой, бля, холод на однако. Вот морозы пошли. Ну, хоть летит. лодочка. и засранка. Все. херня оконченная. Херня оконченная. Видите? Вы не поверите, дорогие мои. Это вот так, голубка, черная, с желтым. От очень жестких родителей. Ну, вот видите, как бы не обращал внимания на нее, думал, она нормально, но это, конченая. Это конченая. На ликвидацию. Это голубочка, которая черного цвета и на ней желтая. Люди мечтают о таком цвете. Ну, и что, что она красивая, необычная, обычного цвета, да? Она конченая, ерунда. Херня конченая. На ликвидацию. Ты что покажешь? Ну, хоть полетела-то, не села. Я думал, она села. Нет, ни хрена не села. Все-таки. И довольно взрослый голубка ей там года два-три, блин, у меня такого не было, что в таком возрасте у меня голуби не летали. Ну, что, дикарь? Все, там ворона собрала. А, вот он я же. Ну, это тетер. Это тетер, дорогие мои. Это тетер. Ну, что, поймаешь ее? Поймай, дорогой, поймай. Я буду рад только. Я за тебя буду очень рад. Если ты эту сучку сейчас поймаешь вот эту красивую. Ты хоть за меня свою работу, мою работу выполнишь. Ну, лови, дурачок. Тетер, он на крыше спустится. Видите? Давай, 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 лови, лови. Что-то урод. Давай за ней. Вот, видите? я думал, нету яшки у нас, Ну, эти поперли. Ну, это дурак, дед. Не может. Вот он. Видите? дубасит. что, давай, это еще подкину, дорогой. Не сходи, радоваться. Ну, сейчас они могут и этот, боя не показывать, все-таки голуби, хотя они в плетке. Вот он, идет. Иди, слишком-то голодный, похоже. Иди, мой родной. Иди, иди, лови кого-нибудь. Ты хоть и воришка, но ты тоже помогаешь. Иди, сейчас я и шоку подскажу. Вот это тетерятник, а говорят, он уже ловит. Так, ну, ну, ты, ты, кто у нас, ну, где он? Ну, с боем пошли. Вот видите, тетер, но мне он как бы неинтересный, Потому что, ну, тетер это не сапсан, дорогие мои. Тетер это мелкий воришка, тем более, видите, уже сколько ворон собрались, они ему бить не дадут. Бить не дадут. Вот смотрите, бьет. Ну, голубей я уже как бы и не найду, которые, ну, здесь не сидят, они в лед, одна только, по-моему, скинула себя. Ну, все, и вороны, как бы, приподнялись. Вот он, видите, де-факто, показывает. вот этот, бьет, садится даже. Так, ну, что, пойдешь, подпитку подкинем тебя. это тоже от кофейного голубя. Иди. Только не садись, дура. Иди, он, ящик, он тебя ждет. Он, ящик, иди. Ну, голуби, о-о-о, чертик, да-да-ли. Представьте себе, настолько голодный, сейчас тетер, дорогие мои, столько ворон, собрались, они его дубасит, а он не хочет уходить. Он не хочет уходить. Понимаете? Де-факто, показываю. Де-факто. Сейчас потянем максимально, чтобы... Вот он пошел, пикировка. Оп-оп-оп-оп-оп. Ну, красавила. Что, не получатся никак. Вот они, голуби. Не было. Ну, поскольку ты вырвался, дорогой, блин, ну, не получится у меня проверку, видите? Не получится. Придется подкормку подкидывать его. Я еще, иди. Иди, мой хороший. Выси, о тех, свежий этот, корм кидаю. Каждый раз крючки меняю. Ну, прикормку кидаю. Не, походу, ушел он. Походу, ушел. Я толком-то и не проверил. Видите? Вон, одна села, по-моему. Этот дикарел летит. Ну, остальных, не знаю. Все. Вышли, походу. Все, походу, вышли. Ладно, поставлю на паузу, пусть сканируется, потом продолжим. Дорогие мои, ну, уж долго сканируется. Он опять вернулся. Он опять вернулся, Яшуля. Вот он, пошел. Пошел, пошел. Оп, оп, оп. Красавела. Давай, класс, покажи. Сейчас еще подкину. Блин, ну, не дает он мне, засранец. не дает он мне, он его белый, хороший тякин, с хорошим боем. Чтоб ты, да, куда опять удрал. Э, Яша, иди, иди, иди сюда, иди. Иди, мы хорошо. Ладно, поставлю на паузу, вернется, покажем. Да, вот он возвращается. Ну, вот теперь, дорогие мои, вот смотрите, очень многие там, тупо говорят, да, он играется, он не голодный. Ну, разве в такое время года бывает не голодный хищник? Ну, шахстенитесь, дорогие мои, ну, спуститесь на грешную землю. Столько ворос за ним гоняются, а он уходить не хочет. Он уходить не хочет. Почему не хочет? Да потому, что капец, какой он голодный. Капец. Он с голода помрет. Вот я вот последние несколько дней думал, все, все, наверное, сдохли. Что-то сапсаны я сейчас опять не вижу, но тетеры я хоть увидел, ну, разогнали, все ушел. Тетеры я-то хоть увидел, а вот сапсаны не вижу. А для меня сапсан важнее. Так, ну и голубей, как бы не вижу, куда они делись, Бог его знает. Как они делись, Бог его знает. Куда они делись, ладно, сейчас отдалим. Начну к этих, ну, пошкать и посмотреть, кто здесь. кто у нас. Ты у нас от дикара, видите, какая шея красивая. Дикаря и от перышейки, точки. Что-то будешь показывать, или дикарем пойдешь. они сейчас дикарем должны летать. Я же-то в небе, они-то не дураки. То есть, как бы проверка моя не получится. Вот я хотел проверить голубей, да, но у меня сейчас не получится. Почему? Потому что птица сейчас будет летать в стрессе, он ничего не покажет, понимаете? Он ничего не покажет, понимаете? Он сейчас будет, ну, там каркать, наверное, вернется сейчас опять. Он никуда не денется. что-то ничего не показывает. Ни буи не показывает, ничего. Чисто дикарем летит. Это же надо было красавца только не забудеться. Такая же шея красивая, видите? И у нас кто? Кто у нас? А, это генерала, брат или сестра. кто-то из этих нахуй спадает. Хоть. Эти возвращаются. А, вот он, я же опять вернулся. Я же опять вернулся, видите? Ну, я же, что? Не получается. Не получается. Эх, тетер, тетер. Это же тебя, гагиковские дикари. Это тебя не хухры-мухры. Это тебя не вкусные, хорошие голуби, которых без проблем ты можешь ловить. Без проблем. Ну, попохтеть придется, попохтеть придется. Ушел опять. Вон, эти двое. Сейчас еще корму подкину. чиньку проверим. У нас от кого чинька. Это тоже от кофейного голубя. Ну, это нормально. Кто вот красиво выпускал, видите, она даже не била, ни хрена, ничего хорошего не показала. Дура-дура. Еще раз подтверждение того, что от хороших голубей, ну, раз такое дерьмо выходит, такое дерьмо выходит, дорогие мои, что даже точно становится. И такое тоже бывает. Ну, тут есть еще такое. Не факт, что если это с-под этих голубей, то обязательно эту головку топтал именно на этот голубь? Эту голубку мог бы топтать другая голубка. Это другой голубя, а они могут родиться от других. О-о-о, сверху там вижу кого-то. Появляется. Вот, да, вот, появляется. Ну, помогает теперь. Да, я же ушел. Я же ушел. Сейчас поставим на паузу, пусканируется, может, опять вернется. Белый тут же себя показывает сверху. Ну, что-то сапсалами, это что-то резко пошло сесть. Что-то пошло от сверху. Ну, ты что у нас, красавица, покажешься? Ты что у нас покажешь? Дикарев пошло. Надо же. Надо же. Ты же не должна. О-о-о. Ну, а боя что? Не будет боя, что-ли? Тут пошел сел. Не хочет потерь. Да, что-то не захотели. Не захотели. Давай, покажемся. Да, ладно. полосочки это вот песку на дикарях отца я убрал мама чека который вот я показал ничего пока не ходу так пока не хочет показывать а вот и сапсан пришел вот он красавец мой это молодой это молодой это не чертый это из молодых это дети их не это не папа и не мама папа и не мама маленький походу молодой самец все-таки из песку но выжил у него и по цвету еще не счетчик толком я не знаю но я как бы заметил не знаю камера зацепила ли это я на него смотрю на ушел ту сторону последнего выпустят пойдем тех поднять молодой скорее всего живое так это шахматных хвостов это от бессмертной дочки и стариковского внука ну вот это для сапсана там нормальный высота тих но увидели тут еще и и и и было и было и было а вот он сапсан прилетел сапсан прилетел но это уже щечками это уже щечками это уже не молодой походу работает отец с сыном похода они вдвоем работает сейчас потянем максимально дорогой походу сейчас двое работают но они настолько выгул голову еще его там эти очень многие голубцы для того чтобы сапсан атаковал голуб должен быть выше вовите тоже сверху скидывает ну давай 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 родной дамой пекеры 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 вот так вот он красавица вот он красавец вот он красавец так мне что надо делать мне что надо делать не надо его кормить дорогие мои надо кормить кормить надо я сейчас пойду так раз на паузу поставлю под этих треха ну и голубя тебе вы не представляете насколько я рад что яшка появился что же который день я их не вижу который день я их не вижу не тетера не сапсана не тетера не сапсана ну наверху есть еще голуби наверху есть сейчас попробую показать мелкается это для него высота хорошая яшки вот без хвоста резкость я скинул посмотрю может вернется еще поднимем погода замечательная мороз но хорошие синее небо подождем так что то мы сверху падает камнем падает я еще не вижу я но за них я уже спокойно кроме камни вот смотрите как голову падает покрытишься скидывает и вот смотрите дорогие мои я хотел проверять 15 штук голубей и вот как вы думаете у меня получилось их проверить нет у меня ничего не получилось проверить единственное что я увидел из этих 15 штук а он чернохвосты идет уже со стороны даже бьет единственное что я увидел из этих 15 штук вот этот черный желтым голубочку надо убирать и чильку надо убирать из-под кофейного голубя все они бестолковые бессмысленные вот единственное что я увидел ну и как бы визитные карточки их не что они в небе они без проблем уходит и от тетер и от сапсана де-факто я и того и этого показал а он двое появились вместе то что вот это тоже как бы убедился вот она пошла пикировка походу не вижу яшку я не вижу ну вот увидите скинула белая и опять пошла вверх сейчас сейчас потяну чтобы видно было видите вот она себя резко скинула и опять уж лезла блин и опять улезла вверх ну и видео так летает ладно подождем может яшу ли все-таки вернется но если не вернется мы достаточно тут уже тридцать две минуты все наверно закончились эти